Опа, нашеньки! Иди сюда, парень! Иди сюда очередной! Удочка торчит! А глаза какие здоровые? Больше Смотрите, одинаковая мормышечка! Узатенький, хороший карасик! Красавец, красавец! Сюда его! Иваныч, милый наш, ну откройте секрет! Нет, не скажу! В чем секрет? Абсолютно! Не скажете? Я не могу дверь открыть! Почисти мне, я выйти с машины не могу! Короче, ребят, этот карась с ума сводит! Сугробы просто по колено тут! Видите? Ребят, короче, всем доброе утро! Вы ехали с мужиками за карасем! И как вы думаете, легли короче в перемете, теперь очищаем! Я-то думал его в натяжечку проскочить, чтоб скорость не набирать! Мало ли, может пень какой-то под снегом, знаете? Ну и сели, короче, на пузо! Сейчас будем пробовать отсюда выезжать! Потому что снежка, ну, впереди достаточно много! Да, Жека? Вроде ничего серьезного! Если глянуть, мы лежим просто на пузе! Вот! Перемот такой большой, что машина просто на пузо легла! Короче, решили пойти взять лопату! Никто двери не открывал! Все боятся, да, Серьеват? Дед Мороза пускать боятся! Дым с трубы идет, все люди вроде дома, а никто не открывает! Жекан пошел сейчас, попробуют еще у кого-то попросить! Как же так? Ни разу нам лопата не нужна была, а тут вдруг... Теперь буду возить с собой! Короче, с горем пополам пошел я, ребят! Мужики вышли, спасибо им, дали лопату! Две! Две дали лопаты, Жека! Сейчас мы все сделаем! Вечно можно смотреть на две вещи! На голую женщину и на то, как кто-то расчищает мою машину в две руки, да? Вот это вот поворот! Жека говорит, мы сидим на брюхе конкретно, да? Снегу, да, Жека? Да! Так он плотный, зараза, как... Вот, не пробить! Ладно, шутки-шутками, пошел я помогать! Да, еб ты, сука! Сергей Иванович, как было? Ну, шо, как? Сгорнули сугробно! Откопали до земли! Потом начали подкопать низ, бля, дни, А ну, на землю тело поехали! Упала сама на землю, да? На землю сама упала! Короче, пока чистили мотыля, нашли... Жека, твой? Да! Лови! Твой! Я думаю, приключений на сегодня уже хватит, да, Паджирик? Пора и рыбу половить! Ну шо, Жека, за карасел? Да! За карасел! Сугробу, ребят, смотрите, вот это мы по таким сугробычам, короче, ехали, да, Иваныч? По колено просто! О, по колено! Сергей Иваныч, короче, первопроходец, вообще никого не было! Фух, ребят, короче, добрались мы до места ловли, здесь ловили карася Жека ловил, Сергей Иваныч! 30 снега у нас! Снежок есть? Тереваныч! Особенности ловли карася зимой? Зимой! Особенность, надо его просто найти, ребята! Найти надо? Найти, только искать! Потому что кормить здесь бесполезно! Жека, твой опыт кормления не помогает, да? Нет, летом, летом, весной я согласен! А зимой не надо? Зимой нет! Его надо сейчас, он становится на ямы, на ямочках становится, надо найти ямочку и главное тропу найти! Потом он идет по тропе! Ага! Вот тропочку находят и он топчет одну тропочку! Ягодита, давай! Сейчас я замерю, сколько льда! Потому что, потому что не растет ни хрена! Да, на улице сколько лед? О, ребята! 12-15! Что, хороший вообще? Да, очень хороший! Хороший, капитальный! Ух ты! Короче, ребят, как поняли, карася кормить не надо! Сейчас просто делаем, значит, серию лунок, да? И методом поиска, какая из улочек проклюнет, туда будем смещать, кстати, все остальные! Обычно, ребята, обычно карась любитель воровать удочки! Любая рыба ворует! У нас и плотва в прошлом видео украла! Да, вот эти ножки, они это самое, смотри, ну вот поставил эти ножки, так? Она буль и в лунку! И в лунку! Она 130, в кого больше, 180 кого-то есть, вообще-таки эти самые лоханки! Вот! Ну я что делаю? Простейся! Я пришел к камышину, вот так вот, ну поровнее, поровнее там возьмем вот камышину, раз ее, вот! Отломал, не надо там, ну если ножик там, ножик, а так он ломается хорошо, вот что получается! Раз! Отломал, можно третью еще! Короче, на каждую удочку тогда? Да, на каждую удочку! Не полениться, чтоб вы пошли там с ребятами, там поговорили! Вот, у меня уже, вот я приготовил, вот резинка с шарика, вот видите, как получается! Целярская такая, да? Да, вот смотрите! Вот! Я ее беру, вот, пожалуйста! Раз! Вот! Хоп! Вот так вот! Или это сайта много! Вот! Она пополам ее! Раз! Свернул! Вот так вот! И все! Вот! Видишь! Раз! Два! Вот она, чтоб она поменьше была! Хоп она! И вот, пожалуйста! Все! Он у вас уже не утащит! Абсолютно! Вы ложите на лунку! Вот она шлунка у нас! Смотрите! Помимо ножек, можете поставить вот сюда леску завернуть! Ну смотри! Я даже разверну вот это вот! Так, вот тяжеленькая мормышечка у меня есть! Моя любимая! Как вы ее видели, да? Да, да! Вот смотри! Она похожа на поплавочек у меня! Смотрите! Как окуня, да, ловили? Да! Вот я окуня! Смотри! Чтоб поплавок, смотрите! Одинаковая мормышечка! Смотрите! Ну да! Вот она мне нравится! И окунь мне нравится! И вот я вот так вот! Бац! Вот! Смотрите! Между ними! Все! В надежде! Все! Вот она! Все! Пожалуйста! Вот! Все! Чтоб никуда не вытянуло! И ножки! И ножки тебя спасают! И это! Она боль! Вот! Все на месте! Так сказал Сереболыч! Ловушка для удочки! Да! Ловушка для удочки! Чтоб не украла! Слушай, Жека! А ты и не будешь делать ловушкой для удочек! Ты так, да? Ну у меня ножки в снег не убрал! Думаешь, поможет ножки в снег? Да! Мне кажется, удочка может уйти у тебя только так, Белу! А ты, Лейка! И забросил, да? Да! Я сейчас... Ну что здесь? Возле камыша! Но надо чуть поглубже! Потому что сейчас карасик под камышом его нет! Видишь как это? А может поищем! Посмотрим! Не, ну буду сейчас искать! Но подождать надо! У вас этот поплавок с мормышкой? Ну метр глубина и во-первых тут тина! Можно я посмотрю? Значит надо... Поплавок с мормышкой? Да! Поплавок с мормышкой? Поплавок с мормышкой! А на что лучше ловить карася? На мормышку или на крючок? Ты знаешь, на крючок он! Вообще... Это типа медная или ярче? Да! Медная мормышка! Медная и латунная такая, желтенькая! Ага! Все зависит тоже от погоды зависит! От погодных условий! Короче ребят, хреново диск! Ну давай! Карася! Да Жак Аныч? Что с кивком? Сидит уже? Да! Натуре! Иваныч! Нифига себе! Смотрите Сири Иваныч! Ну ты делай же успех! Пока мы с вами пробуем, Жака покажи! Пока мы с вами тут уже есть, да? Да! Вы представляетесь, Сири Иваныч? Представляю! Хорошенький! А ну такая! Ха-ха! Почем его? Халяпочек! Хорошенький! Хорошенький! Иваныч! Так у вас тоже! Удочка! Полетели! О! Ха-ха-ха! Тихо-тихо будь! О! Едь! Ты блядь! Слышь! Я покатал вандил уже второй! Опа! Поплывок! Не хуй! Пошел процесс, ребята! Все! Никуда не уходим! Не уходим? На месте! Красавист! А тут... А ну! Ты божь! Крупнее, блядь! У вас крупнее, да? Крупнее, блядь! Да, я тебе посмотрю! Жека на! Крупнее, короче! А б смокнули, блядь! Сейчас взгляну! Смотри! А смокнули? Ну, этот крупнее, блядь! Нормально! Повезло! А мне пока ничего! Давайте обрадим! Пожалуйста! Два есть! Есть парочек! Ну вы, конечно, заживатель! Ха-ха! Красота! У меня, короче, тут хоть бы шо! Все на месте! А вторая уточка! А глубина, смотри! Смотри! Вторая тоже хоть бы шо! Друзья, рыбалка сегодня просто бомбезная! И, как всегда, чего-то-то не хватает для рыбалки, для туризма, потому что выезжаем мы не так часто на этот отдых, а хочется провести его в комфорте! И все, что нам не достают, мы всегда приобретаем с помощью Е-каталога! В этот раз нашей компании нужен был рюкзак, потому что вещей много, а ложить уже некуда, ребята! Нужен еще один! В подборе по параметрам мы задали активный отдых и рюкзак для туризма! По объему выбрали средний, до 35 литров! Есть много вариантов, но мы остановились на вот таком дорогом рюкзаке и более бюджетном! Вот посмотреть, как они чем отличаются! Конечно, есть все необходимые фотографии, можно посмотреть, как рюкзак выглядит внутри, какая у него вместительность и что туда влазит! По динамике цен все неплохо, можно взять сейчас, потому что цена сейчас действительно просажена! К тому же, есть интернет-магазины, которые готовы отдать его по хорошей вкусной цене, а есть те, которые завышают цену более чем на 50 долларов! По второму рюкзаку точно такая же история! Есть все подробные фотографии, можно посмотреть, сколько туда чего влазит и есть также подробное описание! Если сравнить, друзья, два этих рюкзака между собой, то видно, что они отличаются по объему совсем немного! На пару литров это даже незаметно! Так что, наверное, мы остановимся на рюкзаке более дешевом, для нас он подходит! Как вы поняли, с помощью Е-каталога можно подобрать себе абсолютно любой товар, именно по тем параметрам, которые вам нужны, друзья! Ссылка на Е-каталог будет в описании! Я хочу сказать, что для подбора любых товаров мы всегда пользуемся Е-каталогом, потому что это быстро, просто и удобно, ребят! Полтора метра? Да больше, больше! Больше полутора метра в глубине? Больше где-то, ну, мой рост! Ага, и вот с такой глубины! Метр семьдесят два! И клюет карась, да? Ну же ботинками, правда! Ребят, а я знаю еще один способ! Сергей Иванович просто на лунку ложат их вот так крест-накрест, как ловушку делает! А я беру вот так, значит, вот! Оп! И этой же резиночкой, либо часто изолентой, можно резинку вот видите, какая плохая порвалась! Либо изолентой, либо вот резинкой канцелярской! Потому что я это увидел на пруду! Раз приезжаю туда, смотрю, вот такие палочки валяются с изолентами! Думаю, что такое? Кто там что мутил? Потом как-то у мужика увидел, что он просто-напросто приматывает изолентой вот эту палку к удочке! Вот таким вот способом! Вот! Как мы вам показали! Вот так! Туда и сюда его! И у него, получается, вот держится резинкой! Ну просто вот так вот палочка, чтобы она была перпендикулярна так накрест! Получается, когда рыба клюет, удочку тянет, карпика вы ловите или карася, вот так она встреет и получается просто плавает в лунке, ну, вверх по плавку! Потому что даже если удочка у вас с большим пенопластом, легким таким вот ручкой, рукояткой, сама по себе плавает, рыба ее тащит под воду, а потом она где-то плавает по снегам, вы ее по снегам в жизни не найдете! Слушай, ЖК! Так на шоу тебя взял? Сервал еще вас на мормышку? На мормышку! Мормышка! Сейчас я крючок! Тоже мормышка! У меня два крючка стоит! Ходом идет! Вот там поклевка! Ага! Искать надо! Искать! Искать! Искать надо, ребята! Будем искать! Ребят, у ЖКи с этим мотыль с кармана выпадает целый день! Я ему уже два раза его ловил, находил! Один раз, когда застревали, второй раз уже здесь! А вот для чего надо коробку красить, либо наклеивать на нее! Нашел ЖК? О, давай! Да, и втоптали! Либо наклеивать, понял? Какую-то яркую там, ну, блин, бумажку, пакет, что угодно! Снова надо пересадить мотылякера, как я сказал, чтобы он был свеженький, хорошенький! Не знаю! Я сегодня четыре штучки цепляю! Три! Четыре! Хоть Сергей Иванович горит там больше можно! Но что-то, мне кажется, на вот этом вот крючочке маленьком четыре штучки как раз вот самый раз ему будет! Сейчас почистим! Вот лед прет, вода прет! Снега нападало! Черт, смотри! Лунку делаешь! Лунку чистить! Ты видишь, что она творится? Прет, прет лед! Ну, ладно! Надо же это стал еще обход! Ебта мать! Удочка торчит, блядь! Удочка торчит, блядь! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Блин, Иваныч, вообще, короче, дает! Ха-ха! Если б мне эта камышина вообще, бы, это саму утащила! Хо-хо-хо! Тихо-тихо! Что-то хорошее! Иваныч, ждите, иду! Иду, иду, иду! Ха-ха! Есть! Есть! Хорош, хорош, хорош! Хороший, покажите! Хорош, смотри! Хорош карасик! вот если бы это слышит да вот смотри не украла удочку если бы не камыша перевернула раком поставила ты смотри какой сегодня клюв шикарный пошла шикарный клев на вот теперь блин а что же там у меня без проблем на тебе и уходя это еще прошлогодний остался это с прошлой нашей рыбалки да с прошлой рыбалки как у кинул то это и все на ты ж окуня хотел а ну дай посмотрю а вот это сама бедный согнулся клюв был бешеный классный потому что приводит на повороте ловил это же к это как короче если не ошибаюсь да не приходит мужик домой рыбу купил да не клевал да я жду пока разбораживает даже до спрашиваю на повороте ловит на повороте и вот такой вот такой я короче ребят сделал лунку от иваныча у него была поклевка в жеке 2 карася я сделал возле камышей там сильно мелко и тут тут поставил у меня тут уже удочка о . лежит аккуратненько осторожненько 0 1 лес кого на иваныч есть 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 я поймал еще один иваныч придет офигеет сирий иваныч я поймал ну и у меня это первый это не еще один у меня первый карасик это для вас еще один каждый по одному каждый по одному да я не знал пруд вы знаете как на продушь распиток нашли тут возле иваныча меня значит на третьем еще вот здесь делать лунку третью так сказать далее док неплохой и так почистили все это дело отлично и вода прет снег давит короче погода идеальная на наши карасики какие сегодня мы уже подловить с мужиками вот они так что тут опять рабочая дырка лунка поплавка вроде не а вот он под зашел ребят непонятно как что-то так чуть-чуть вроде идет на такого есть есть тихо есть есть еще один карася вичу мотыля давай есть мужики еще один отлично потише да мы бегаем короче мужики сидят ловят видят даже как я рисунка мадры серьезно ну да они такие могут прийти ладно чтоб никто к нам не пришел теперь станут да ну а ночь видишь это сама обычно как да конечно но но здесь это сам один найдет и вся водоем небольшой небольшой водоем и вот это самое и начинает опа а тут руками замахал и на начинается если ставится и в результате дни а помните серий ванныч помню как я плотву ловил он пришел ко мне пришел бурю по самой задней а я ловил вот как конец этого пруда конец пустота никого один я да и он сил метров пять от меня к куда он поджим под задницу тебе портфель и я же нахожу а роду что ты делаешь не сам не поймаешь не человеку не дашь поймать ну ты там раздаленные мы так там 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 вот каждый друг друга не пугать вот нашли можно потихоньку потихоньку и ну потихонечку когда клев прекратился если нашел тропу то он нам постоянно будет открывать постоянно будет кого вы закинули снова да то ну надо мотыля поменять там уже уже все да ребята кстати по карасю надо менять мотыля как можно чашу потому что он капризный ну свеженько да 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 капризный может не любят белое убирать одна поклевка вас и все равно меняйте мотылей даже если он на вид кажется вас идеально все равно лучше поменять если хотите поймать карася потому что карась зимой один из самых наверно таки щепетливая ну да не ну чего если он попадешь бывает очень щепетливо бывает как вот сегодня допустим уже попал модель пошел-пошел да как и он будет еще клевать бог его знает это дело такое это что это рыба она непредсказуемо это рыба я соглашу это рыба непредсказуемо но сейчас будем вон она лежит уже будем менять в россии снега увлечу ниже к очередной у хухла серий иваныч походу правда немножко сместился походу как карасик сместился же код дальше забурился нашел дальше смещаемся да слышь же кич на мормушку ли на крючок на мормушку а у тебя медная твоя все цветные или даже темная путь и работает да так мужики это сколько у нас уже 5 карасе ли 6 мы поймали 5 до 5 карасика пока мужики там ловят карасей я продолжу дальше где-то раз перливать эти зоны и через пару метров друг от друга расставлять удочки вот что так сказать в одном месте скопления не делать этого всего ребят в общем хочу перестали две удочки взял их сейчас и иду как раз на новые лунки потому что что-то тут подзаглохла 1 и вовсе не работала целый день ушел ушел вы пушку ушел поехали вон оставать должен быть по-любому как вагу а куда надо на свою любимую мормушку на мою любимую смотри какая красавица сказать 1 мормушку иваныча для целой зимы на всю рыбу да она похожая смотри нашлона похода глядь вот смотри мормышкой поплавок для воды ты видишь красота мазры мормышкой поплавок один к одному слышишь и иваныч а этот пришел и крутится крутится возле нас ну тянет 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 все равно кто ловит а до того и тянет понимаешь ли воно закон закон рыбацкий вот начинает руками махать и это машешь руками и все к тебе бегут по либо всех тебе ведут все опа нашеньки иди сюда парень есть до очередной но он еще к мазар что я брышу что ли да вот очередной пожалуйста вот он вот пожалуйста это самое брехать вам буду что ли там он куча лежит жека я не знаю как иваныч тягай сюда караси не знаю что вы там и рукавицу потерял на бывают такие дни знаете что он просто в ударе вот как-то шелку караси смотри клюет иваныч нам такой цирк не надо иди сюда обуривать я вам обурю дед где отпусти на лунку а мормышка какая же еще поплавок а просто что попало я сейчас был домой на 1 собираться потому что иваныч милый наш но откройте секрет нет не скажу чем секрет абсолютно не скажете абсолютно чем-то нам остырили наверно мормышку нет наверно это самое я супруга не спал сегодня да конечно в этом весь секрет да весь секрет а наверно вы совершили сергей иваныч шутника да ладно ладно вчера не спал и завтра не буду джек же она понюхай дорогой ты мой что здесь это здесь было мотыль живой живой чесночок дорогой ты мой рядышком маленькой чуть-чуть чесночка и он идет на чесночок на чесночок идет я думал просто сергей иваныч поел тут еще чесночок еще даже сергей иваныч так в этом весь секрет то секрет и в меде тоже и мед нужен этот а даже мотылика рядом рядом ващину положи и рядом он будет по дамы смотри ванелин любят да так корицу любят да все он любит надо ее поддержать немножко от мотылика рядышком положите и он напитается этим запахом и вот запах чем лучше а чем у меня сейчас пахнет и ванелином и корицей и я не знаю ну меня еще одна пачка есть да серёг на следующий раз чесночок да потому что сергей иваныч моделем не хочет сильно делиться смотрю пошел-пошел давай отжигатель красавец до кучечки давайте до кучечки об поплавок ушел смотрите ребята как улет карась дергается у . есть есть иваныч есть есть иваныч очередной очередной иду-иду-иду жеков иваныча опять иваныч но дает пацаны надо его оббуривать не иваныч я не пойму как так получается что иваныч ловит держите вашего карась андыша блин мормышка села нормально нормально ребят ну чё рыбалочка вроде бы идет потихоньку вроде подергали а потом карся поздорову что-то перестал начинаю смещаться наверное сейчас буду искать ты думаешь ходит туда-сюда вы сергей иваныч может быть да сергей иваныч конечно дает ладно а нам сейчас мотыля с вами пересадить жекан дальше всех тоже языка то ёлки шоя бегаю между вами не успеваю за удочка где есть да нормально слушай ну блин давай краба как он так заработал пруд отлично будьте будьте здоровы ребята нате там там кучка и здесь кучка будет вот пожалуйста а вы сэр рядышком и нелегко так а вот на ловца зверь бежит ребят на сергей иваныч да на ловца и не надо занимать чужие не надо это сама дырки занимать конечно ловимся не на крючок целый день можно принципе попробовать и на мормышку но он иваныч ловит на мормышку я как-то карася ловил всегда только на поплавки мне так и проще поплавок уходит его видно мормышка кивок как говорят только медную надо вот жекан ловил только на медную раньше мы с ним были кстати когда-то был такой случай вот не данным поехали на окуня у меня муравейчик у него обычная медная мормышка он ловит я нет он ловит я нет я меняю мормышку клев пошел хотя для окуня вообще чисто я думаю по барабану а бы был моты с карасем может быть то же самое мормышку как сказать фиг подугадаешь очередная иваныча все серьезно иван еще правда у вас очередная поклёвка она давайте покажите я смотрю иван если не вообще в ударе просто ну кивочек ну вот иваныч смотрите натаскал карасиков с этой лунки с одной лин буквально смотри подмораживает подмораживает но немножко подмораживает то не было смотри но есть такой да у меня не ломается не ломается это можно он а как хочешь не поломается кроме аполлоник поломается а так она пластмасска прекрасная сам придумал не выбрасывать а те ломаются магазинные ну что делать надо там ручка 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 ручку надо переделать то то что магазинная на хоп если мороз сильный она лопается там как раз на соединение так поклёвочка опа есть иди сюда малыш как и смотри на кайса брыки брыки делал но серий иваныч сегодня конечно ударе ребят подловил карасикова нормально вот его кучка ко всем он короче разбурился уже себе тут 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 ищет короче карася и там где он у него проклевал там сделал еще серию ирлунок на ловца и зверь бежит фраза иваныча да а это клевала удочка серый иваныч это клевала было поклевка смотри поплавок выложила была е-мое вот пожалуйста не пожрал мотыля завел наверно мазре видишь завел ребят начала мы делали из камыша ловушки чтоб удочки карась не мог вытащить но потом поняли что он не крупненький и если протаскивают удочку там сантиметров на 5 ничего такого особого не было потому что с этими ловушками немножко неудобно рыбачить вот все таки не мешает леска за них путается мы их решили просто снять так блин сошел жека сошел прям в лунке было видно понял спал карась вот гад такой мы приехали забуксовали там это то есть время потеряли много потеряли не знаю как с утра было ну вот смотри этот результат на лицо очень красиво да не сказать чтоб супер но поклевывало неплохой карась у меня ладошка супер у кого супер у кого и так себе нормальная карась хорошая Иваныч так в чем секрет все таки был а секрет в чем надо ездить на рыбалку постоянно ездить на рыбалку свежим воздухом дышать тогда на ловца рыба идет и зверь идет и рыба идет Жек мы вроде тоже постоянно с ним ездим но у нас сегодня так не клевало как у него ребята ну я например вот смотрите я не знаю как у вас но у меня прекрасно потому что Сергей Иваныч попал круто а глаза какие здоровые большие глаза ребята ну что наша рыбалка подошла к концу как можете видеть кто-то оторвался по карасюм кто-то чуть-чуть оторвался по карасюм кто-то оторвался это кто-то оторвался это ну да ну это ты на ловца зверь бежит конечно было неплохо надеемся вам это видео пригодилось куда ты сигаешь и в следующий раз мы с Жека наверное тоже чесночка а потом как-то а может и кормить начнем значит это самое слышишь в морозе сберется слышишь можно бы и покор ну это самое красноперка и плотва заколебала да лучше карася карасика потому что сейчас сыпни сейчас красноперка и плотва пролетит но карась может испугаться ну смотри ну да а ты видишь все секреты выдавать не будем Иваныча да правильно в следующем видео продолжим вот так ребят спасибо за просмотр пусть вас всегда клюет поэтому шо и смотрите наш фрагмент на канале ассистент вот так вот а 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